Первый отборочный тур весеннего сезона 2014 года. Основная тематика отборочных туров не будет являться ганзейской, как я обещала. Мы, конечно же, сейчас все только в Ганзе, только в 630-летие города, которое приближается. Я думаю, что уже практически каждый житель нашего города, читая о восточном береге, и смотря телегизор, уже узнает, какая подготовка уже осуществлена и что нам предстоит 12-12 июня пережить. Но надо говорить о том, что вообще в России в 2014 году об этом году культуры. Поэтому наши отборочные туры посвящены некоторые вопросы коду культуры. Поэтому, будьте внимательны, каждый вопрос предварять не буду, что вот этот вопрос посвящен коду культуры. Очень многие, здравствуйте. Все в филиарном месте еще пойдут. Все. Устанавливаемся от тур. Это молча. Также, насколько я помню, у нас в Ленинградской области 2014 год, опять же, с годом детства. Вопросов по году детства в сегодняшнем оборочном туре нет. Но, возможно, скорее всего, на финале в обязательном порядке будут донзейские вопросы. Будут вопросы, посвященные истории города. И также будут посвящены вопросы коду культуры и коду детства Ленинградской области. Поэтому будьте внимательны. Хотя, я думаю, что никому же объяснять не надо, что новостных вопросов у нас нет. Но это эрудиция и умение четких вопросов, что, где, когда. Друзья. Команда ЛГУ имени Пушкина. Команда заводной КСИ. Команда «Фосфорита» – молодые специалисты. Луки начало звучат. И это значит, что мы начинаем первоотборочный тур весеннего сезона «Что, где, когда» в 2014 году. Поздравляю вас. Перед вами один из них из книги Ивана Фолькерта. Назовите их. Время. Итак, перед вами один из книг. Команда ЛГУ имени Пушкина. Итак, знаки прикинания, эпиграф, цитата, афоризм. И у нас только один правильный ответ. Я поздравляю команду КНГУ. Это эпиграф. Книга Ивана Фолькерта была посвящена эпиграфам. Вопрос номер 19. Герой одной американской комедии получает в подарок его по кличке Феррари. Другой он известен благодаря произведению, созданному в 1912 году. Назовите его двумя словами. Они, кстати, начинаются на одну и ту же букву. Время. Напоминаю, что у нас идет речь о бодекультуре в Российской Федерации. В Ираре. Другой он. Хорошо известен был. Назовите его двумя словами, которые, кстати, начинаются на одну и ту. Произведение, если уж вам подсказывать, значит, название произведения. Это три буквы, три слова. Они тоже в 1912 году. И это произведение, я уверена, знает, ну, большинство. Нет, почему-то кажется, что его знают. Ладно. Смотри, не знаю. Кишка. Значит, у нас сразу сказали, ничего, это заводной апельсин и ФГУ. А вот у Амиго и у Молодожного Совета есть слово, которое встречается в правильном ответе. Это коль. Витра Янский-Коль написал, а книга это неправильно. А вот теперь Молодожный Совет. Понимаю, у вас неправильный ответ. Неправильный. Правильный ответ это красный коль. Красный. Потому что в 1912 году была написана картина «Купание красного коня». А у вас написано коль и купание. Ну, красный. Вы должны были написать красный коль. Ну, и нажимая на различные кнопки, аранжировать мелодию с помощью различных элементов перкуссии. Каких как треугольник или маракасы. А какой звук издает кнопка, которую предлагается нажать в конце каждой песенки. Время. Итак, серия музыкальных книг. Мой маленький оркестр предлагает детям не только прослушать веселые песенки, но и нажимая на различные кнопки «Аранжировать». С помощью различных элементов перкуссии, таких как треугольники или маракасы. Ну, вот потому что у нас кто-то задержался, вот поэтому пишут, что завершение работы Windows. А все остальные написали правильно аплодисменты. И вам аплодисменты. Правильный ответ. Молодцы, кто хлопает себе, не стесняйтесь.